Музыка На уровне свыше 2500 метров над уровнем моря с вершины архивских гор звучат сиюты, симфонии и увертюры композиторов классической музыки. Брамс, Чайковский, Шопен, Вивальди – это лишь половина тех авторов, чьи произведения представлены зрителям, молодыми музыкантами из Москвы и солистами-лауреатами международных конкурсов в рамках фестиваля «Другой звук». Иван Агафанов, преподаватель Московской консерватории имени Чайковского, заместитель концертмистера группы Альтов Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева и куратор музыкальных программ фестиваля «Другой звук», рассказал, что классическая музыка и архивские горы – лучший дуэт, который только мог быть создан в мире камерной музыки. Это, конечно, новый опыт и, наверное, другое ощущение в чем-то от исполнения, потому что нет привычной нам сцены, нет этой дистанции до слушателя, зато есть вот это окружение прекрасных ландшафтов, и играть очень приятно и очень как-то вдохновляюще, и, может быть, даже легче поймать настроение музыки. Меньше каких-то формальностей, может быть, окружают себя, и, мне кажется, больше чистого творчества даже. Здесь нет случайных людей ни среди музыкантов, ни среди зрителей. Каждый из музыкантов уникален, и, выходя к зрителям, каждый из них делится своими чувствами, переживаниями, своим уникальным прочтением творчества признанных мастеров. Главная мысль – авторы этих композиций писали их для людей, и поэтому эти произведения должны быть как можно ближе к зрителю. Сергей Булгодаряна, артист Большого симфонического оркестра имени Чайковского под управлением Федосеева, участник множеств камерных проектов на лучших концертных площадках России и мира. Ему есть чем сравнить, но гравийная площадка архивских гор занимает в его сердце особенное место. Действительно, немножко непривычно, потому что для музыканта наша работа – это слушать, и в такой обстановке очень тяжело взаимодействовать, нужно быть предельно собранным. Но, наверное, внимание людей, их какая-то поддержка дает силы, и я считаю, что результат достигнут. Проникновенная соло-скрипки, диалог двух голосов, напряженный музыкальный детектив, трио и задумчивое высказывание квартета. В программе были представлены самые сокровенные и вдохновенные высказывания композиторов. Уникальное музыкальное путешествие на высоте двух с половиной тысяч метров, откуда открывается невероятный вид на хребет Абишира Ахуба, долину реки, самые высокие пики и космические пейзажи Архиза. Равнодушных быть не могло. Восторженные аплодисменты слушатели говорят о многом. Кто-то попал сюда случайно, а кто-то специально ради фестиваля приехал из других республик огромной России. Потрясающий фестиваль, задумка тоже великолепная. Я всем рассказывала, очень много знакомых приехали послушать, потому что это удивительно в горах послушать классическую музыку с такими известными достаточно скрипачами. В Архиз приезжаешь отдохнуть чисто морально, духовно, а вот этот фестиваль, он поднимает очень сильное настроение. На северном склоне услышать слезы Жаклин, это просто красота, это нежность, даже не побоюсь этого слова, это шедеврально. Спасибо огромным музыкантам, спасибо огромным организаторам такого фестиваля. Очень необычный, особенно из-за того, что он в горах, тут особенно раскрывается, мне кажется, утонченность в произведениях и звуках. Акустика очень хорошая. Мне понравились слезы Жаклин, кстати, я первый раз это услышала. Это произведение очень красивое. Мне кажется, уникальная мысль, уникальная история, которая будет очень востребована среди публики, и столичной публики, и региональной публики. Это должно быть обязательно интересно людям здесь, потому что это все про человека, про его чувства, про интеллект, самый разнообразный, включая эмоциональный интеллект. И это про глубокое чувствование и познание. Это здорово, я хочу сказать, что в нашем Архызе проходит такой фестиваль. Приехали дети, малыши, гости из всех уголков нашей страны. Архыз, процветай, живи, радуй нас всех людей. Мне было бесконечно приятно, что это проходит именно здесь, в Карачаево-Черкесии, приехать сюда, в Архыз. Огромное счастье. И очень интересно, хотелось бы, чтобы фестиваль продолжался именно здесь, чтобы как можно больше людей из других регионов видели эту невероятную красоту природы. И музыка, она подчеркивает еще больше, и когда добавляются еще научные интересные какие-то мероприятия, то это становится вообще совершенно каким-то уникальным событием. Единство восхищения всем, от музыки до места, где она звучит, создало ни с чем не сравнимую атмосферу. Другой звук – это параллельный мир, где доступно и ясно все, от науки и до мировой музыкальной классики. Здесь нет сложных терминов и заумных подводок, и возможно, благодаря этой легкости люди понимают все до мелочей, от эмоций артистов до чувств композиторов. Хаджи Байрамуков, Айвар Барануков, Архыз 24.